Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Evoque 2011 года выпуска двигатель 2.2 турбодизель автомат полный привод пробег на автомобиле 100 тысяч километров заменю на нем масло в буфте Haldex также сниму и заменю масляный фильтр и почищу сеточку на масляном насосе для этого поднимаю автомобиль и снимаю глушитель вот муфта посмотрел, здесь фильтр находится сверху это получается четвертого поколения муфта и чтобы открутить фланец кардан от фланца мешает глушитель поэтому я его и сниму снимаю его с подвесов с одной стороны и с другой стороны также раскручиваю вот этот хомут сдвину его обстучу немножко побрызгаю ВДшкой пусть пока проникает и откручу фланец от раздатки фланец от раздатки чтобы отвести его в сторону вообще-то посмотрю может даже спереди откручивать наверное я и не буду попробую снять глушитель а кардан отвести в сторону да, наверное так попробую откручиваю хомут пусть немножко откисает пусть немножко откисает головка на 15 все-таки но я думаю что этого будет достаточно еще попрызгаю в соединение ставлю здесь стойку ну а теперь снимаю резинки беру обычную силиконовую смазку как туго а ну и также вторую вторую резинку снял и как бы немного его поворачиваю так 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 вот и все так его и оставлю вот теперь здесь уже можно что-то делать сейчас добавлю подсветки берем головку е10 и откручиваем по периметру 6 болтов крепления кардана к фланцу открутил все 6 болтов для себя помечу кардан относительно фланца спереди пока не снимаю посмотрю получится у меня отвести не получится сзади вот отверстие и параллельно с той стороны еще такое же отверстие сейчас какой-нибудь штифт подберу вставлю и попробую выбить фланец болт восьмерочка отлично подходит и стучу по нему как раз вот все он сошел да планет сошел просто его кардан не дает полностью выйти а кардан не дает сейчас я от подвесного его откручу чтобы штаны не трогать сниму подушку и сниму планку подвесного или попробовать вместе с планкой откручиваю 4 болта головка на 10 один болт оставлю у меня кардан на нем сдвигается а а а а а а Кардан не прокручивается, нужно с ручника снимать, а с ручника снимать нужно автомашину опускать. Залил ВД-шкой, выдернул, а теперь надо его вытащить. Ничего подобного, нужно все-таки спереди кардан тоже откручивать. Залил ВД-шкой, выдернул. Снял я целиком кардан. Здесь головка также Ешка, маркером пометил фланец сбоку, чтобы потом также поставить. Ход у кардана очень маленький на движение. Раздатка и редуктор заднего моста стоят неподвижные, на подушках только поэтому этого телодвижения не хватает. А так все. Можно фиксировать фланец и откручивать гайку. А он у меня сейчас стоит на ручнике. Гайку я могу открутить пистолетом. Но прежде чем откручивать гайку и снимать фланец, я сначала выкачаю масло. Взял экспресс-замену, помыл ее. Внутри сейчас там нет пустого масла. И откачаю, потому что здесь сливной пробки нет. Откачаю с муфты через заливную пробку масло. Посмотрим, сколько здесь масла. Здесь ничего не бежит, как и должно. Но... ... ... ... ... Масло пошло. Масло чистое. Вот видно. Прозрачная чистая масла. Но фильтр мы все равно меняем и на что снимаем. Профилактику делаем. А там уже решим дальше снимать нам блок управления клапанами или не снимать. Откачиваем. Все, вот качал масло, вот еще там капельки он дотягивает сам. Получилось, вот она метка, ровно пол литра масла. При том, что в муфте идет 600 грамм. Это останется, наверное, в фильтре, в насосе, в каналах. А вот сейчас теперь беру и откручиваю гайку фланца. Головка на 24. Беру шестигранную головку, чтобы грани не бить. Гайка сидит на резьбовом герметике. Помечу фланец по отношению к валу. Также маркером возьму. И снимаю его. Вот и все. Вот и все. А теперь откручиваю. Сверху крышку фильтра. Два болтика шестигранник на четыре. И снимаю крышку. Выдергиваю вот эту запорную пластиковую крышку. Добавляю его зажимую пластиковую 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 пищу. Выдергиваю. Крепко сидит Отломалась Беру саморез Немножко камеру Уберу немножко свет Скрутил саморез И вот теперь Хочу Подвес, чтобы не в сальник упираться А в крышку Все, выдернул крышку Но грязь маленько присутствует И это неудивительно Это же фильтр Он выполняет свою функцию Выдергиваю фильтр Вот такой крючок Где-то он получается 8 мм Завожу Поднимаю И тяну Вот он фильтр Фильтр в принципе чистый Забит только под крышкой И там все Под фильтром Все чистенько Отключаю Разъем Насоса Для этого Вот сюда Вставляю Вот раз Отщелкнулся И отодвигаю Штекер Также Два Шестигранника На четыре Откручиваю И выдергиваем Насос А вот состояние Сеточки На насосе Да Немножко есть Вкрапление грязи Но опять же Это ничего страшного Оно В пределах Допустимого Так что Дальше я Клапана снимать Не полезу Здесь все Смою Продую Помою насос И установлю Обратно Вот такие Вот Дела Замена была Предыдущая На 50 тысячах За 50 тысяч Практически Это не износ Но опять же Автомобиль Не насилуется Продолжение следует... Продолжение следует...